Хорошее начало дня. У меня сегодня на завтрак помолит с помидорами и луком. На дворе 29 октября. Снег, лужи, лужи-снег, снега-дождь. Достаточно прохладно, но терпимо. Приятно на улице. Такой уже морозный запах. Можно по этому запаху определить, что зима. Я иду в Ламоду. Я пришла, а там технический перерыв полчаса. Знаете, когда выходила из дома, я возвращалась один раз. Надо было остаться. Ну, кто знал, пойду в подружайку. Мне нужен шампунь и сережки хочу новые. Это была самая долгая ламода в моей жизни. На мне все зависло. Она не могла отсканировать вещи, которые я не беру. Понятно, что это проблема системы, но почему всегда это происходит тогда, когда я тороплюсь. Друзья, я на Бауманской. Иду какими-то дворами. Правильно, я посмотрела карту. Здесь немножко жутковато. Есть тут главная улица, там, где храм. Там более-менее. А я иду во дворах. И вот сюда. Иду фоткать свои колени. Все, я уже все. Сижу, жду результата. Все прошло очень быстро и безболезненно. А у нас ужин. Гречка-бол. Все еще моя рукола подстриженная. Огурчики, помидорчики. И еще у нас рыба там. Сардина. Я просто ее не могу найти. Она тут запряталась. А вот она. Такая лежит в пуховой подушке зеленой. Доброе утро. У меня, конечно, уже не утро. Сейчас около двух часов дня. Я сегодня проснулась около девяти. И еще ничего не завтракала, не обедала. Сейчас я буду делать свою вчерашнюю такую же не яичницу, а омлет. С руколой, с сырком и так далее. Мне очень понравилось. И через час у меня встречу. На мне мой новый чокер. Он такой прям супер коротенький. С таким вот замочком. Эта подвеска. Скажи привет, подписчики. Вот таким получился на омлете. Я вообще еще хочу выпить. У меня есть сырок и кофе. Но у меня встреча начнется через 30 минут. И я не люблю есть, когда куда-то тороплюсь. Мне нравится наслаждаться процессом еды. То есть вот это вот в торопях, это ужасно. Я одно время работала в ламоде. И у меня там собеседования были по 8 штук нон-стопом. И время на обед было 10, а то и 5 минут. И ты приходил с этим... Там столовки, по-моему, не было. Или она была отвратительная. Я сейчас не помню. И ты приходил с этим лукошком. И эту лукошку минуты разогреть. И 4 минуты заглотить в себя то, что ты принес. И это было вообще не очень весело. Поэтому хочется так, размеренно, спокойно. Вкусно. У нас сейчас с коллегами был демо-тренинг по финансовой грамотности. И там рассказывали про то, как правильно экономить. Как правильно составлять бюджет, расставлять свои расходы. А мне нужен тренинг наоборот. Другой. Как научиться спокойно тратить деньги на себя. Так как я всю жизнь жила очень экономно. Платила за учебу сама, за еду и так далее. И у меня еще остался вот этот вот страх того, что денег не хватит. Каждый раз я чувствую, иногда чувствую вины, когда покупаю кофе на улице. Хотя я себе стала это позволять сравнительно недавно. Вот. Поэтому мне нужен тренинг. Как спокойно тратить на себя. А у нас вечерний шоппинг. Я в роли ожидателя. Мы продолжаем ходить в поисках одежды. Мы в метрополисе. Идеально. Здесь так мало людей. Хотя магазины, в принципе, такие же, как в авиапарке. Ну, нет, так нет. Но нам достаточно. Я хотела рассказать, что я вчера купила в подружке. Первое. Шампунь. Вот такой вот. Не знаю, что за фирма. Никогда не пробовала. Это что-то для хорошего расчесывания волос. Для придания им гладкости. Честно говоря, мне пора пойти подстричься. Я не хочу стричься сильно коротко. Хочу просто подровнять кончики. Вот эти вот уже такие засохшие. Но я все надеюсь, что шампунь мне поможет избавиться от сухости. Ну, если кончики испорчены, уже им ничего не поможет. Пахнет безумно вкусно. Это бальзам для волос. Большой. Глискур. Мне нравится продукция Глискур. Мне их шампунь не очень заходит. А вот бальзамы прям хорошо работают. Именно закупоривают вот эти вот волосы, которые расщепляются. Вот такой вот бальзам для губ. It's my. Мне он очень понравился. Я покупала еще бальзам другого вкуса. Он такой маслянистый и классно справляется со своей работой. Я в каждую куртку кладу по бальзаму. Еще у меня в рюкзаке в сумке бальзам. Я очень нервничаю, когда его не нахожу. Губы сухие. Пахнет очень вкусно. Хороший бальзам. Он не забивается никак в губах. Очень такой прям как маслица работает. Для маски. Для лица. Одна с улиткой. Видимо с коллагеном. Это корейские маски. И дальше носки. Длинные. Я куда-то все свои носки длинные делаю. Не знаю куда. Первые вот с такими собачками. Мне кажется, это шпиц. Еще более такие тоненькие, хлопковые. Вот с таким вот песиком. А, еще я купила два протеинного батончика, но я их уже съела. Прошу меня простить. А, вот. Вот такой. Я обожаю этот батончик. Он похож на сникерс. Он очень вкусный, сладкий. Потому что иногда протеиновые батончики, они обладают каким-то вот вкусом, свойственным. Протеиновые батончики не очень вкусные. А вот этот прям вообще сникерс. Даже вкуснее, чем сникерс. Это я, наверное, себя убеждаю. Ну, короче, хороший. Привет, привет. У меня среда. Я проснулась. Только что вышла из душа. Состояние достаточно бодрое. Хотя я сегодня легла спать в 4 утра. Нам сказали, что по общей психологии у нас будет тест в декабре. И мне оставалось дослушать два занятия. И вот я вчера дослушала половинку первого. И вот сегодня мне нужно дослушать второе. И всё. Я разделаюсь с долгами. И почему-то ночью мне как-то проще живётся и учиться. Надо, конечно, перестраивать свой график. Я всё время, знаете, как хочу встать рано утром, часов 6, и начать учиться. Но у меня получается обратная ситуация. Я учусь до ночи и просыпаюсь в осень. У меня на завтрак мой абсолютно любимейший, прекраснейший круассан из Ребекки. Он, по-моему, он лимонный. Обожаю. Вот крем немножко испачкался. Только посмотрите, какой красавчик. Просто мега вообще. Сейчас я буду резать хлебушек. Красавчик какой. Я обожаю вот эту вот подгоревшую корочку. Я обожаю этот хлеб с маслом, с сыром. Неимоверно. Неимоверно, как правильно сказать, красиво. Я собралась на улицу. У меня обед. Хочу сказать, что нужно немножко отвлечься. У нас на улице плюс 14, солнышко, погода радует. Я что-то устала слушать про депрессии, расстройства. Мне кажется, я уже начала сама в себе симптомы искать. Нужно от этого немножко выходить из этого информационного поля. А то я что-то прям вообще загрузилась. Слушайте, погода просто прекрасная. Я решила уйти в тень, чтобы об этом рассказать. А, вот солнышко. И пахнет, как будто весной. Как будто зима уже прошла. Вообще моя мечта, чтобы у нас зима была такая, сухая и плюс 14. Тогда бы у меня было настроение всегда летнее и прекрасно веселое. У меня тем временем ужин тайм. Какая бураточка красивая. Забыла про последний этап. Маслица. Я прошла на массаж. Меня у подъезда встретил курящий осел. Мужик в костюме осла. Хэллоуин. Сегодняшняя... Массаж был на пятерку, а ресепшонистка сегодняшняя на двойку. Если в прошлый раз мне дали чай в подарок, сегодня даже никого не было на посту. И со мной даже никто не попрощался. Ну, массажистка-мастер попрощалась. А на ресепшоне мне даже не сказали. Ждем вас снова и так далее. Такое себе. Я в следующий раз хочу записаться на патриках. У них есть салон. Попробовать другого мастера. Другую технику. Гудморнинг. Я иду к врачу. Время 9.20. У нас дождь. Я на чистопрудном бульваре. Лужи. Тепло. Я абсолютно не выспалась. Я голодная, мокрая. Короче, столько всего с утра происходит. Я, блин, как всегда, в новое место иду. Потерялась. У меня на запасе есть 4 минуты. Я посмотрела, как на картинке это здание выглядит. Я на месте. В принципе, практически вот она пришла. Я вернулась от врача. Погода отвратительнейшая. Тепло, конечно. Но это дождь. У меня все носки были промокшие. Все хорошо. Так здорово рано вставать. У меня прям какой-то заряд, прилив энергии. Я бежала, у меня должно было быть собеседование. Я сижу, жду. 15 минут жду, 20 минут жду. Уже всем пишу, никто не отвечает. А коллега забыла о встрече. Конечно, она извинилась. Я написала, что такое бывает. И действительно такое бывает. Особенно, когда работаешь в онлайн. Встречи могут наложиться и что-то забыться. Но, на заметочку, я никогда не забывала о своих собеседованиях. У меня все всегда в календаре. Ничего не накладывается. И я прям не припомню такого, чтобы я забыла про своего кандидата. Похвалите меня. Я ответственная. Знаете, все бы ничего, что у меня отменилось это собеседование. Но я накрасилась, и я помыла голову. А если я помыла голову зря, для меня это большой провал и одно расстройство. Смысл? Зачем я тогда мыла голову? Вы для чего? Объясните мне. Объясни, зачем я помыла голову? Ты мне скажешь? Я тоже не знаю. Я даже специально убрала отсюда цветок, чтобы пройти собеседование. Я оливка посадила для красоты. А его никто не увидел. Зато видят мои подписчики. Ну ты не мойся. Ой, прости. Сочная слива, как звучит-то. А на вкус, ну так, сойдет. Название красивее. Утро бодренькое, если добренькое. А если оно добренькое, то обязательно бодренькое. У меня добренькое пока не бодренькое. У меня, знаете, что на завтрак? Этот волшебный тарт с голубикой. Мои утра на этой неделе насыщенными десертами. Вчера у меня была булочка маковая, я ее не показывала. А вот этот малыш, ну просто, ну вы посмотрите. Сейчас я его съем. Я зашла в магазин. Слушайте, вот что значит пятница. Короче, короче, почему я сегодня говорю короче? Идет мужик, ну нормальный мужик. Не какой-то там социальный, нежелательный. Вот, у него такой маленький пузыречек алкашки. И он уже идет прям по дороге, его так опрокинул, и ему весело. Вот что значит пятница у некоторых людей. А у меня с собой протеиновые печеньки. Это я к тому, что я не так весело отмечаю пятницу. С протеином и с мороженым. Это будет жесткое, отмечалово. У нас, видите, холодно, я в капюшоне иду. Я еще включаю, когда иду домой, YouTube. И я тут включила Катю Бельчика. Она пробует всякие там торты, печеньки. В общем, когда я хочу есть, мне ее слушать нельзя. Даже когда пробует самые невкусные торты, она их там начинает описывать. А мне все равно так вкусно становится. Так и быть, ладно. Я немножко принарядилась для собеседования. Я на жилетке поставила зацепку. Где она? Я расчесывалась. В общем, она где-то вот тут вот. Ее можно убрать будет. Но я всегда так расстраиваюсь, когда порчу вещи. Я и порченные вещи не покупаю. Если я вижу, что на кофточке какая-то зацепка или еще что-то, еще до того момента, как я вещь купила, я ее не беру. Ну что ж, а я продолжаю обучение. Мне вот здесь два часа нужно. И вот здесь еще. Послушать. Очень интересно. У нас сейчас теория личности Карла Густавича Юнга. У меня суббота. И я собираюсь на выставку текстиля на Тишинском рынке. Как вкусно-вкусно-вкусно-вкусно. Это я из Савлоран. Убожаю их. Но они у меня почему-то ассоциируются с офисом. Осенью, когда я работала в одной компании, я всегда носила этот запах в офис. Видимо, поэтому у меня пошла. Я вышла из дома абсолютно неподготовленная. Я забыла надеть резинки на зубы. Мне так некомфортно. Я к ним так привыкла. Вообще себя ощущаю по-другому. И это не очень хорошо пропускать их ношения. Три часа буду без них. А ещё я для наушников забыла переходничок. Потому что я наушники использую, когда учусь за компом. Через переходничок я их подключаю телефоном. Соответственно, я иду без наушников и без музыки. А для меня это просто пытка. Я не могу ходить в тишине. Мне нужно настроение и заглушение звуков от внешнего мира. Так, я у цели. А я уже на Фрунзенске. Начался сильный дождь. Меня Гриша пригласил в Рубенку. А я без наушников, без зонта. У меня так жутко разболелась голова. Я теперь поняла, почему из-за дождя. Знаете, такая вот мигрей, которая не отпускает. У нас там в помещении было душно. Я воды мало пила. Вот сейчас вот я купила найс. Водички попила. Жду, когда отпустится. Это прям вообще очень неприятно. Я убралась. На улице уже стемнело. И я собираюсь на улицу. У меня пришли посылки в озон. И еще мне нужно сходить за продуктами. Еды вообще нет. Мне нужно понять, что же я буду ужинать. Еще я хотела купить себе брызгалку для обуви от дождя. Ну и такие, короче, такие бытовые проблемки надо решить. Сидела, смотрела YouTube долго. И не могла оторваться. Короче, рассказываю, как озон меняет настроение мое к лучшему. Мои заказы. Первое – это вот такая вот машинка для снятия карточек с одежды. Вот такая вот штуковина. Работает, слушайте. Зарядка. Потом. Это типа подарок, что-то. Правда, пахнет морем. Мне нравится. Вот такая большая покупка. Надеюсь, мне привезли правильную доску. Так как там есть вариант деревянная сторона и магнитная. И деревянная сторона, чтобы писать мелом. Я заказывала, чтобы писать мелом. Она. Она моя родненькая. Вот, с одной стороны магнитная сторона. Здесь веревочка. На этой стороне можно писать водяными маркерами. И вот здесь вот можно писать мелом. Но я купила... Так как на Озоне мел продается по 100 штук, а мне 100 штук мела не надо. Надо, может, зайти куда-нибудь там в киоск, в палатку, и там один мел можно одиночно купить. Я купила вот такой вот фломастер, 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 фломастер. Меловой фломастер. Ребят, он пишет. Глук, конечно, отрасительный. Я завтра схожу и, наверное, куплю себе мел. Вот, смотрите. Ну, а Гонжи, да? Класс! Хочу. Все, я пошла. Пошла развлекаться.